Всего себя Для всей миссии Всего себя Для всей миссии Божий подход такой К любому делу Чтобы любое дело Которое с ним связано Или вообще на земле Чтобы оно состоялось Нужно отдать все Вот такой у Бога подход Любое дело, которое делается И при этом нету полной отдачи Не состоится Таков порядок поставил Бог На планете, называемой Земля Надо всего себя Для всей миссии Любая миссия, которая у тебя есть Что бы тебе не поручили То ли это Бог поручил Папа поручил Мама поручила Не важно, кто поручил Пастор поручил Лидер поручил Надо полностью Себя отдать в этом Иначе полная миссия Не исполнится Бог Не позволит Состояться делу Где делающие Не вкладываются Даже если ты не верующий Библия говорит Постану колоссианам Третья глава Читаю Двадцать третий стих И двадцать четвертый Библия говорит так Все, что делаете Делаете от души Как для Господа А не для человеков Зная, что В воздаянии от Господа Получите Наследие Ибо вы служите Господу Христу Первое, что мы берем оттуда Бог Подразумевает Что когда мы что-то делаем Для Бога Мы от души Поэтому он говорит Точно так же Как для людей Но, к сожалению Бывает и такое Что когда мы делаем Что-то для Бога Мы тоже Бываем Не от души В этом понимается Что то, что мы для Бога Это вершина А все остальное Меньше Если мы для Бога Делаем не от души Интересно Что же Как мы делаем Для других людей Наверное Еще хуже Там, где написано От души В оригинале написано Все, что вы делаете Включайте Всем Кто Вы Есть Включайтесь Всем Кто Вы Есть Надо Включаться В любом деле Кто-то скажет А я буду на износ работать Ничего подобного Замерите Когда ты Напрягаешься В чем-то Помню всегда Завтра Это уже Твой минимум Человек Так создан Что он Развивается Когда ты Включается Всем Себя Завтра Придешь Включаться Всем Себя Удивительно Ты будешь На уровень Выше Чем Вчера Иногда Многие вопросы Решаются Очень легко Нужно Только Вкладывая Себя На все Сто И Много Другого Ничего Не Надо Замерите Экклезиас Девятая Глава Написано Так Десятый Стих Все Что Может Рука Твоя Делать По Силам Делай Что Значит По Силам То Включи Все Твои Сили Все Что Может Твоя Рука А Здесь Не Только Духовная Между Прочим И Говорится Дальше Десятый Говорит Потому Что В могиле Куда Ты Пойдешь Нет Ни Работы Ни Размышления Ни Знания Ни Мудрость Вывод Нужно В этих Четырех Направления Вкладываться Всем Первое Все Что Может Рука Твоя Работает Два Размышления Оказывается Нужно Размышления Своё От Всей Сили Развивать Тоже Потому Многие Только Работу Работу Правильно Оказывается Экклезиаст Говорит Нет Также От Всей Сили Предлагаю К вопрос Размышлению А Третий Он Говорит Не Только Размышлению Но Также Пожалуйста Вкладывайся От Всей Сили В Знания Оказывается Нужно На Максимум Собрать Знания Пока Ты Живёшь На Земле Собери Все Знания Которые Можешь Собрать Которые Поможут Тебе Состояться В жизни Некоторые Люди Не состоятся Потому что Они Не Вкладываются В Вопрос Знания Которые Касаются То Чем Они Занимаются Вхождение Вхождение С Богом Это Первое Как Вкладывать Себя На Все Сто Вхождение С Богом Как Мне Развивать Вхождение С Богом Так Чтобы Вот От Марка Евангелия От Марка 12 Глава 30 Стих Он Говорит И возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим Всей Душею Твоею Всем Разумением Твоим И Всей Крепостью Твоею Вот Первая Заповедь Бог Не Открывает Себя Человеку Который К нему Относится Второстепенно Если Ты научишься Всегда Оставлять его мнение На номер один Постоянно Посмотри Что сделает Бог В твоей жизни В течение Короткого Времени Так Кто-нибудь Меня слышит Мнение Божье Не может быть Номер один Заметите Когда Мы Не соглашаемся С Богом Наша Духовная Температура Падает Каждый Раз Когда Бог Мне что-то Подсказывает Я делаю Мысли Напоминать Я делаю Температура Духовная У меня Поднимается Не в смысле Температура Болезни А температура Огня В моей жизни Оно Поднимается Но когда Я говорю Нет Оно Падает И я становлюсь Холоднее Холоднее Еще Холоднее Если Если Хотим Реалность Бога Мы Хотим Его Помощь И Содействие Даже Тогда Когда Мы Ничего Не Просим Тогда Целого Тебя Ожидается В отношении С Богом Всего Тебя Я вам Скажу Отдать Всего Себя Не так Легко Потому что Начнется Забастовка Разные В твоей Жизни И первая Забастовка Это твои Эмоции Они первые Всегда Бастуют Там Находится Такое Такое Как Называется Эти Которые Организуют Рабочих Организации Называется Союз Этот Профсоюз Да Профсоюз Самый Громкий Профсоюз Всегда В наших Эмоциях В какой Часть Именно В В В цехе Привычного Есть Такое Цех То К чему Я привык То Что Мне Нравится Каждый Раз Когда Мне Плохо Кому Я Бегу Да Вот Именно Эти Там Начинается Забастовка Забастовка Эмоций Но Когда Бог Говорит Что-то И ты Начинаешь Делать То Что Бог Тебя Просит И От Этого Болна На Душе Да От От Этого Не Уютно От Этого Нелевко От Этого Даже Как Б Крови Нет Но Просто Вот Это Внутреннее Какое Радуис Идет Свободу Если Ты Будешь Держаться Чуть Чуть Придет Полная Свобода Проблема Люди Не хотят Держаться До Конца Не Хотят Конечно же Недалеко Тело Бастует Не Меньше Вот Я знаю Вы Когда Нибудь Постились В жизни И Тело Начинает Говорить Ты Не Присылай Съешь Покушать Мясо Там Добавлен Соус Там Водите Все И Начинаешь Вспомни Как Будет Мясо Име Такой Вкус Который На этой Земле Нет На самом деле Когда Покушаешь Это Мясо Оно Обычное Такое Как Всегда Но Когда Идет Забастовка Тело И Чувства Кажется От Этого Мяса Зависит Все Если Я Не Съем Мясо Я Умру Неправда Не Умрешь Ты Только Станешь Горячее В Духе И Содействия Божьи В твоих Вопросах Станут Более Очевидными И Вот Получается Когда Мы Ходим Ходить С Богом Его Слову Да Его Просьбы Да Вы Знаете Потому Что Сам Бог К Нам Относится Так Он Отдал Всего Себя Говорится Курина Восьмая Глава С Тридцать Первого Стиха По Тридцать Пятый Что Сказать На Это Если Бог За Нас Кто Против Нас Тот Который Сына Своего Не Пошадил Но Предал Его За Всех Нас Как С Ним Не Дарует Нам Всего Предположим Что У Бога Есть Душа У Иисуса Была Душа На Земле Мы Видели Реакция Его Души Когда Он Умирал Вот Реакция Его Души Отец Отец Почему Ты Оставил Меня Это Его Душа Реагирует Так А если У Отца Есть Душа Это Означает Ну Или Душа Или Что-то Похоже Означает Сердце Отца Было Такое Желание Спасать Своего Сына Вы Понимаете Так Хотел Спасать Представьте Если У вас Был Ребенок И Его Забирают Для Того Чтобы Отдать Долги Вы Взяли Кредиты В Банке И Пришли Забирать Вашего Ребенка Какое У вас Было 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 Ошущение Вы Были Были Готовы Отдать Все Что Угодно Чтобы Ваш Сын Отпустили Вы Были Сказали Нет Берите Меня Так Бог Сделал Он Отдал Себя Когда Он Видел Что Дьявол Планирует Уничтожать Разрушать Бог Сказал Не Не Я Так Не Позволю Я Отдам Себя Пойду Умру Вместо Них Чтобы Они Имели Свободу Бог Когда Спас Нас Он Не Делал Половинчатую Работу Он Отдал Полностью Всего Себя Это Издевательство Когда Человек Задает Вопрос Вообще Бог Меня Любит Поймите Поймите С кем Вы Им Им Себя Дело Это Не Президент Не Мэр Города Это Творец Который Так Сделал Себя Уязвимым Ради Того Чтобы Ты Имел Жизнь И Сомневаться В Его Любви К Себе Это Издевательство Он Отдал Всего Себя И Поэтому Наша Очередь Тотал Нава Меня Для Него Для Его Дел Для Его Миссии Я Ничего Больше Нужно Абсолютно Всего Себя Скажи Амин Номер Два По отношению Не только К Богу По отношению К делам Божьим Как я Могу Всего Себя Когда я Делаю Дела Какие-то Которые Божьи Или Вообще Любые Дела Вот Еремия Говорит Таким Образом Сорок Восьмая Глава Книга Еремия Десятый Стих Проклят Кто Дело Господне Делает Небрежно И Проклят Кто Удерживает Меч Его От Крови Это Слово Которое Переводится Небрежно Можно Его Переводить Халатно С Пренебрежением Или Пренебрежительно Неосторожно Лучше Не трогай Ничего Божьего Чем Делать Его Халатно С Пренебрежением С Отношением Унижения С Неосторожностью С Небрежностью Потому Что Плод От Небрежного Отношения К Божьим Делам Хуже Чем Лучше Не трогал От Этого Рождаются Ненужные Прокладия В жизни Людей Если Взялся За дело Вкладывай Все Что Ты Можешь Скажи Амин Когда Я готовлю Проповедь Я не Просто Там Пять Минут Сижу Я Готовлюсь Я Смотрю Со Всех Сторон Потому Что Я Хочу Я Не Хочу Халатно Я Не Хочу Небрежно Я Не Хочу Пренебрежительно Я Изучаю Греческие Слова Перед Проповедью Я Уточняю Что Оно Означает В Оригинале Чтобы Не Просто Мое Мнение Какое Вышло Которое Не Име Ничего Общего С Оригиналом Божьим Я Работаю Над Проповедью Я Сижу В Офисе Работаю Включаю Музыку Делаю Все Что Могу Чтобы Я Принес Слово Которое От Бога А не Просто Мое Хорошее Очищенное Мнение Потому что Только Слово Которое От Бога Меняет Жизни Людей Скажи Амин Но Если И проповедник Это делает То Поющие Должны То же Самое Служащие Должны То же Самое Снимающие На Камерах То же Самое Снимающие На Аудио То же Самое С детьми Занимающиеся То же Самое С подростками То же Самое И не важно В каком Служении Вы Пожалуйста Помните Служение Ваше Приходит Помехи Когда вы Делаете Его Халатно Небрежно Пренебрежительно И Неосторожно И мы Как Церковь Победа Мы Отказываемся От Любой Небрежности В любом Деле Который Касается Церковь Победа Отказываемся Сделали Эксперимент Недавно Один Молодой Человек Вышел На улице Зимой В Нью-Йорке Холодно В Спортивной Штани Футболочка Без куртки Без ничего Он говорит Кто-нибудь Помогите 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 Мне холодно Мне голодно Люди Проходили Мимо Вообще Мимо Даже Избежали Его Один Человек Через Час Или два По-моему Два Остановился Притом Человек Который Остановился Бомж И сказал Слушай Тебе же Холодно Начал Снять Свою куртку Одевать Его Слушай Ты же Голодный Достал Немного Динок Своих Давать Когда он Это сделал Вдруг Все люди Которые Проходили Начали подходить Почему Один Решился Творить Добро И оно Сразу Стало Заразительным Для всех Кто проходили Надо было Чтобы Один Начал Будь тем Который Начинает Добро Там Где Ты Все Что Ты Делаешь От Духи Зафиксирован У Бога Скажи Аминь Если Есть Проклятие От Небрежности То Есть Обилные Благословения Всегда Сильнее Проклятие Всегда Поэтому Есть Обилные Благословения От Усердия От Того Что Ты Делаешь От Души Скажите Со Мною Аминь Третье Как От Души Стрелиться Со Злом Надо Все От Души Надо В Сем Сердце Всего Себя А Когда Встречаю Зло Что Там Я Должен Делать Вот Зло Передо Мною Что Делаю Должен Когда Появляется Дьявол Когда Появляется Зло Дьявол Является Сточником Зла И Якова Четвертая Глава Библия Говорит Седьмой Восьмой Стих Итак Покоритесь Богу И Продвосстаньте Дьяволу И Убежите От Вас Приблизитесь К Богу И Приблизиться К Вам Очистите Руки Грешники И Справите Сердца Двое Душные Возникает Вопрос А как Мне Всего Всем Собою Продвосстать Дьяволу Хороший Вопрос Механизм Здесь Так Работает Чтобы Продвосстать Дьяволу Всем Кто Я Есть Я Должен Покориться Богу Всем Кто Я Есть Потому Дьявол 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 Много Чего Начинает Все Плохое И В конце Ты Поддашься Этой Рике Плохого Ты Закончишься В депрессии В апатии Сдашься Во всем Невозможно Победить Зависимость Победить Вредные Привычки Победить Душевные Связи Привязанности Победить Только Решением Нужно Решение Да Но Нужно Приближаться К Богу Понимаете Тогда Открывается Дверь Божьего Содействия Тогда Открывается Дверь Божьего Благодарю Понимаете Он начинает Включаться Он начинает Помогать Он начинает Содействовать Вот там Решил Там Решил Там Решил Там Решил Он Начинает Много Чего Неожиданного Решать Который Ты не знал Как Раз Ой А я Не знал Как Вы понимаете Написано 1 Петра 5 глава Начну с 7 Все Заботы Ваши Возложите На него Ибо Он Печется О вас Так Смотрите Последовательность Заботы Переживаю Мучаюсь Сигареты Завод СМС требует Чтобы я ее написал Да Вот Звонок идет От нее Или от него И начинается Вот этот Мне нужно Как-то Вот Первое Что надо делать Все это взять Переживание Заботы Мучают Душу Душу Возложите На Него Это устно Господь Меня мучает Это 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 Второе Трезвитесь И бодритесь Потому что Противник Ваш Ходит Как Крика И шелевый И еще Вас Кого Поглотит Помните Все это Ощущение Которое Происходит С вами Это Дьяволская Попытка Вас Поглотить Трезвитесь То есть Учитесь Замечать Учитесь Видеть Вовремя Потому что Если не трезвиться И уже Проник И уже Высвобождается Определенной Гармонии В теле Согласно Того Что он Проник Уже Остановиться Потом Трудно Тебе Поэтому Важно Чтобы Быть Трезвым И Бодрым Потому что Противник Ваш Дьявол Ходит Как Рекающий Лев А Противостоит И мы Твердо И верою И Последнее Как Со Своими Целями В жизни Которые Бог Мне Поручает Как Я Могу Всем Всем Кто Я Есть Мне Нравится Одно Высказывание Не Поступись Своих Целей То Твои Цели Поступятся Тебя Не Откажись От Своих Целей То Твои Цели Откажутся От Тебя Не Откажись От Твоего Призвания Не Откажись От Того Что Зовет Тебя Не Откажись От Божьего Предназначения Не Откажись Потому Что Если Не Вкладывайся Всего Себя Они К Тебе Не Придут Словно Откажутся От Тебя Они Предназначены Для Тебя Но Они Не Согласятся Исполняться Через Человека Который Не Вкладывается Всем Что Он Есть Для Их Исполнения Они Не Хотят Они Отказываются Они Не Дешевые Поэтому Говорится К Филипицам 4 Глава 13 Павел Говорит Я Все Могу Как В Укрепляющем Меня Иисусе Христе То есть Мне Нужно Настрой Могу Получится У меня Два Приходит Его Крепость И я Сделаю Но Крепость Не придет Когда Нету Мое Стопроцентное Настрой В сердце И Поэтому Говорится В притче 16 Главы 3 Передай Господу Дела Твои И Предприятия Твои Совершатся Заметите У меня Настрой Это у Человека Смогу Второе Что я Делаю Мои дела Передаю Господу И дела Мои Совершатся Почему? Потому что Он начинает Меня Подкреплять Помогать Содействовать Давать Его силу Наш Настрой Влияет На то Что Сделает Бог В нашей Жизни Поэтому Заканчивая Вот Я Дим Книга Бытие 12 Глава Первые Три Стиха И Сказал Господу Аврааму Пойди С земли Твоей От родства Твоего Из дома Отца Твоего Иди В землю Которую Я укажу Тебе И я Произведу От Тебя Великий Народ И Благословлю Тебя И Возвеличу Имя Твое И будешь Ти в Благословение Я Благословлю Благословляющих Тебя И Злословящих Тебя Проклину Благословятся В Тебе Все Племена Земные Этот Человек Он не только Благословлен Он источник Благословения Для других А как стать Таким Человеком Смотрите Что Бог Говорит Авраам Да Встань Куда Иди Иди Туда В другой Вот Первое Покорись Богу И Бог Говорит Если Ты это Сделаешь Авраам Если Ты послушаешь То Что Я тебе Говорю Первое Я произведу От Тебя Великий Народ Два Благословлю Тебя Три Возвеличу Возвеличу Имя Твое Четыре И будешь Тебе Благословением Пять Благословляющих Тебя Благословлю А злославящих Тебя Проклину То есть Это защита Никто Против Тебя Не сможет Воевать Успешно И в Тебе Благословятся Все народы Через Тебя Передам Другим Благословения Одно только Я прошу Тебя Стан Иди Мы не как Авраам Мы не зарабатываем Благословения Нашими действиями Но Иисус Христос Пришел на землю Как семьи Авраамова И через него Эти благословения Авраамова Которые Бог Обещал Авраамова Они к нам Теперь идут Теперь от нас Водительство Духа Святого Дух Святой Начнет нам Говорить Мы делаем Начнет нам Подсказать Мы делаем Начнет нас Спросить Мы делаем Не надо Уже идти Пешком Отсюда В Варшаву Нет Мы делаем То ежедневные Вещи Которые Бог просит Исполняя И благословения Авраамова Через Иисуса Христа Приходят К нам Ничего Не делай Половиджит Ничего Не делай Небрежно Ни в своей жизни Ни в делах Божьих Ни в служении В церкви Ни в бизнесе Ни в работе Ни в семье Ни в дороге Нигде Везде Вкладывайся И там Где ты Вкладывайся Поражение Начинает Отступать А там Где не Вкладывайся Поражение Начинает Наступать Решение За нами Пожалуйста Что здесь Произошло София на протяжении Трех лет Не могла Подниматься На носочки Из-за того Что у нее Была сильная Боль в спине Из-за сколиоза Сейчас она Может спокойно Подниматься И нету Никакой боли Как тебя зовут София София Сколько лет Ты не могла Это делать Роков три У меня была Бельвость И когда я сегодня Стояла В группе Я привет Ну Виталась С людьми И у меня Была Дуже сильная Бельф Репти Я не могла Вже Ни сидеть Ни стоять И у меня Немай Абсолютно Ни якой Боли Сделай так Дай да Бладисмен Господь За это Редактор субтитров